Всем привет! Знаю, что очень сильно-сильно пропала и будем теперь, буду нагонять. Меня всегда или сильно мало, или сильно много. И как бы немножко затянулась со всеми этими видео, давно ничего не выкладывала, ничего не записывала, потому что сначала думала, мама приедет, будет больше времени на какие-то видео. Мама приехала, стало меньше времени, потому что больше отдыхали и куда-то ездили. А потом мама уехала, первый месяц школы начался, и в итоге немножко пропала, как бы понимала, что нужно записать какое-то видео на тему «Мы два года здесь». И поняла для себя, что, наверное, такое какое-то общее видео записать не получится, и решила, что, наверное, запишу несколько видео, небольших, на тему как бы «Два года», да, но на разные темы, какие-нибудь типа, не какие-нибудь типа. А сейчас запишу, наверное, видео самое важное, наверное, что интересно всем, это наши новости, которых не особо много. Сделаю еще видео про адаптацию детей. Кто-то спрашивал, как дети за два года, как они адаптировались, как у них дела и так далее. Напишу, запишу видео о том, как мы взрослые адаптировались, потому что первый год — это одно, второй год — это совсем другое. И хочу записать еще видео об основных разочарованиях наших и об основных, наоборот, положительных сторонах. Может быть, еще запишу какие-то видео на эту тему, и буду очень благодарна вопросам, потому что иногда, вернее, не иногда, а некогда мне особо думать, что бы такое записать, и что интересно тем, кто смотрит эти видео. Поэтому, если какие-то конкретные вопросы, я буду очень им благодарна. И я правда-правда постараюсь на все вопросы ответить. Итак, сейчас запишу небольшое видео про наши новости. Да, я пропала, наверное, месяца два, ничего не записывала, никаких видео. Немножко выложила про то, как мы съездили в отпуск. Опять-таки, это одна из новостей. Мы съездили в отпуск, отлично отдохнули. Мы ездили на 12 дней, хотели, думали, 14 будет много, 10 мало. Поняли, что на ПИА можно ездить и на 14 дней, вернее, как на 2 недели, да. Можно и на 3 недели, там есть что делать, там классно просто отдыхать и ничего не делать. Поэтому, как бы, на будущее будем знать, что можно ездить и на дольше. Меньше тоже можно, но чем дольше, тем лучше. Самая основная, наверное, новость для нашей семьи, для вообще, самая основная новость, наверное, будет то, что наша Маша, наша дочка пошла в школу. То есть, теперь у нас оба ребенка, старший сын, которому 7 лет, и младшая дочка, которой 5 лет исполнилось в августе, ходят в одну школу. Потом они ходят в одну авторскул, в гоу-гоу, и мне не нужно ездить, забирать Машу в садик, потом ехать бегом в школу. И утром не надо развозить по двум местам. Теперь у нас, из-за того, что у меня работа начинается в 8 утра и заканчивается в 5 вечера, а школа начинается в 8 утра. Кстати, вот это одно из минусов или приколов, или не знаю, как здесь в Канаде это назвать. Очень многие мамочки канадские тоже жалуются на это, что у многих работа начинается в 8 утра, а школа открывается только в 8 утра. То есть, раньше привезти нельзя. Было даже как-то, был дождь. Я привезла их на 5 минут раньше, надеясь, что окей, сейчас я их привезу, оставлю и уеду. Но в итоге мне сказали, нет, вы не можете оставить детей, вы должны как бы их, можете их оставить только в 8 утра. Вот поэтому муж завозит их, заводит, он пешком, они идут в школу в 8 утра, а я вечером после работы в 5 я выезжаю, и как раз в 5.15 я их обоих забираю в одном месте. Это самая большая новость. Машенька у нас пошла в школу хорошо, Паша как Паша, Паша у нас очень дружелюбный. Он сначала не хотел идти, не знал, что к чему, почему. И в школах здесь меняются каждый год учителя, меняются каждый год классы. То есть все его друзья, как он сказал, перешли в другой класс, но у него еще два лучших друга остались с ним в классе. Время, как он сказал, ко мне в класс перевели вот этих двух моих друзей. Замечательная учительница новая, и он доволен. Он сначала не очень хотел, но сразу же после первого дня он понял, как это классно, что все друзья, что они в школе общаются, после школы отдыхают, играют. И он очень доволен, очень доволен французским, он ходит во French Emergence. И Маша наша тоже пошла хорошо. Мы думали, будет больше проблем, будет расстраиваться и так далее. Но мы ее записали в класс к учительнице, которая была у Паши. И она отлично пошла. Не могу сказать, что она прям бежит с удовольствием в школу, но она довольно хорошо идет в школу. Она очень довольна школой. Рада, что они там много рисуют, много всего делают, ходят в джим и так далее. То есть дети довольны. Еще из таких новостей. Моя мама приезжала опять на месяц. Это было вообще замечательно. Опять месяц мы с мужем имели возможность пойти, куда мы хотим, делать, что мы хотим. У нас уже не было такого побега, как в прошлом году по барам и ресторанам. Это одно из наших разочарований, кстати, здесь в Канаде. Это рестораны, бары. Больше мы ходили в кино, просто ходили гулять, отдыхали. Короче, это классно, когда есть возможность побыть вдвоем. И очень, кстати, большой плюс, когда кто-то приезжает, бабушка, дедушка или кто-то. Довольно надолго на месяц. У нас, например, Маша, она начинала больше говорить на английском до маминого приезда. А после того, как месяц она пробыла с бабушкой и все время разговаривала по-русски, она сейчас больше говорит на русском языке, чем на английском. Что еще из таких вот каких-то новостей? Я знаю, многие будут интересоваться, не купили ли мы дом. Не купили. У нас с этим большие проблемы. Слава Богу, что не денежные. Мы можем себе позволить купить хороший дом. Нет домов, какие мы хотим, в том месте, где мы хотим. Я думаю, что я тоже запишу какое-то или какие-то видео о том, как здесь ищут дома, какие здесь, что такое open house, как здесь договариваются за просмотр дома, как здесь продают дома и так далее. Пока вот мы все летом, мы смотрели, начиная с весны, мы уже смотрели, искали. Мы для себя просто решили, что... Мы для себя решили определенный район. Причем этот район, это... Раз, два, три, четыре улицы. Вот. И на этих четырех улицах, наверное, 10 домов, которые мы хотим купить, но они не продаются. Поэтому мы как бы смотрим. Все рядышком, где-то там, вся. Но не было ничего стоящего. А, нет, мы еще один район рассматриваем. Рядом Саншангарден. Наверное, я обо всем расскажу подробнее позже. Вот. Но дом мы не купили. У нас есть возможность его купить. И я скажу честно, что здесь в основном люди, когда переезжают, да, вот я когда переезжали, мы, я даже думать не думала о доме. Покупать дом, вот надо там, что-то такое. Но я помню видео, я смотрела какого-то блогера, и женщина рассказывала, что в основном все, зависит от работы и так далее, но в основном все эмигранты могут себе позволить купить дом через 2-5 лет. Я еще так удивилась. Ого, там 2-5 лет. Какой дом? О чем вы говорите? И так далее. Но на самом деле я смотрю, что очень многие люди, которые переехали в то время, как мы переехали, они уже все в основном с домами. То есть, в принципе, грубо говоря, через год, если переезжаете в провинцию Нью-Брансвике, если нет определенного требования района и стоимости дома, то можно купить, как бы через год уже спокойно можно купить дом. Вот. Как бы из новостей еще ничего такого нет. Хочу сказать, что вот 2 года прошло. Наверное, я как бы вспоминаю видео, которое я записывала через год, я его не посмотрела даже. Но суть в том, что я понимаю, что все эмоции, все мысли и так далее, которые были через год, после первого года, сейчас уже все совсем по-другому. Сейчас уже как-то все более спокойно. Многому мы учимся здесь в Канаде. Например, лениться я научилась. Лениться, не спешить, больше отдыхать, наверное. И вот так вот. Короче, получается, как бы 2 года, это большая разница. Знаете, как вот ребенок растет первый год, это как бы, о, там за первый год очень много происходит у ребенка. И потом за второй год тоже. То есть большая очень разница у ребенка между годиком и двумя годами. А потом уже как бы меньше и меньше. Вот точно так же, мне кажется, и с эмиграцией. Первый год это одно, два года это совсем другое. Между первым годом и вторым годом огроменная разница. А потом уже, наверное, все по накату найдет. Вот. Что еще рассказать, я особо не знаю. Могу рассказать, что я поняла вот за два года, что погода здесь практически такая же, в принципе, как в Украине. Но в Украине больше тепла. То есть больше на месяц, больше весны. То есть если в Украине весь май уже очень теплый, то здесь май холодный был. А потом июнь, июль, июнь здесь еще такой. То есть в Украине уже жара, да. А здесь в июнь только тепло начинается. Июль тут тепло жарко, август тепло жарко. Сентябрь тоже был более-менее хороший. И я смотрю вот по Украине. И в принципе погода и в Украине сейчас прохладна, и у нас прохладна. Ну, единственное, что в Украине, наверное, скорее всего, будет бабье лето очень теплое. А здесь мы уже на это не надеемся. Я уже не удивлюсь, если выпадет снег. Поэтому, в принципе, да. Здесь зима длиннее где-то на месяц-полтора. Вот. Опять-таки, чему я очень рада здесь. Я сделаю такие пункты, и я расскажу о них позже. Также я сделаю пункты, что нас тут разочаровало кое-что очень сильно. И, да, расскажу об адаптации детей, об адаптации, о том, как мы адаптировались в этой жизни здесь, в Канаде, взрослой, я имею в виду. И отвечу на все вопросы.